Девушки отдыхают Вообще, наверное, вся наша программа посвящена доказательству. Доказательству такого афоризма. «Заговори, и я скажу, кто ты». И еще, знаете, риторика – это Дамосфен, это Цицерон, это Аристотель, это все V, IV век до нашей эры. И сегодня риторика, почему она становится такой модной? Почему в некоторых школах даже преподают, есть такой предмет – риторика? Вот на все эти вопросы мы попытаемся ответить. Начнем? Риторика Скажите, пожалуйста, вот что такое риторика? Понятия не имею. Риторика – это умение общаться. Умение? Ну, грамотно правильно выражать свои мысли. А с вашей точки зрения, что такое риторика? Ну, умение говорить, наверное, излагать свои мысли правильно. А риторика? Я не знаю. Я не помню. Что же это такое риторика? Давайте попробуем определить. Наука это, искусство это, что это, врожденный дар, приобретенное нечто. Риторика – это искусство доказывает в ситуации, когда невозможно строгое доказательство. Когда мы убеждаем, вместо того, чтобы доказывать. Риторика – это способ достигать своих целей посредством говорения каких-то слов. А вот Центюро он тоже говорил, что надо доказывать. А цели у нас бывают разные, цели у нас бывают разными. И вот мы в зависимости от цели меняем способ нашей речи. Ну, например, представьте себе, что вы шпион. Хорошо, разведчик. И вот вам надо передать в центр некое сообщение. Оно должно быть, во-первых, полным. Во-вторых, кратким. И в-третьих, зашифрованным. Потому что у вас есть три цели. Первое – сообщить сведения. Поэтому оно должно быть полным и внятным. Второе – вам надо, чтобы вас не засекли. Поэтому должно быть кратким сообщение, пока вас не запеленговали. И в-третьих, вам важно, чтобы супостат не смог разобраться в вашем тексте. Поэтому вы его шифруете. Вот преобразование речи в соответствии с целями – это и есть риторика. А что касается современной риторики, то у меня такое ощущение, что в какой-то момент у нас появилось большое количество безработных историков КПСС, специалистов по марксистско-ленинской философии и по научному коммунизму. Ну, их понадобилось как-то трудоустроить. Вот они стали преподавать. Ну и давайте все-таки мне вот эта ситуация, которую, Павел Анатольевич, я можно ее переброшу? Не я шпион, а вы шпион. Передайте, пожалуйста, сообщение, что все в порядке, все как надо. Будьте добры. Вообще к риторике это не имеет никакого отношения. То, что я скажу, оно слишком коротко. Ну, вообще, если нужно передать, что все хорошо, сделать это практически непереводимым на иностранный язык, я просто скажу, ну, я просто скажу, все ништяк. И это довольно тяжело понять человеку, не говорящему по-русски или перевести. Очень хорошо. Интересно. Да, Павел Анатольевич, вас устраивает? В принципе, это можно рассматривать как риторическое средство. Вы там, в генеральном штабе. Как риторическое средство. А в России кто является основоположником риторики как искусства? И когда она возникла? Риторики как науки. Первые риторические трактаты на территории, собственно говоря, нынешней России были созданы довольно далеко на севере, в старообрядческой традиции. Потому что старообрядцы пытались состязаться, ну, например, с западными, ну, сегодня религиозными проповедниками. Одна светская риторика в России, ну, можно сказать, что была создана Ломоносовым. Совершенно верно. Вот я хочу... Сейчас, одну секундочку, я Ломоносова. Можно все-таки Ломоносов? Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить. И тем преклонять других, преклонять почти убеждать, да, к своему обоной мнению. Да? Риторика есть учение о красноречии вообще. Да? Ломоносов был прав. Вот в 1724 году Пётр I подписал свой указ о создании университета Академического Петербургского гимназии при университете Академии наук. Очень интересны программы вот первых университетских лет. И как раз риторика, наряду с математикой, физикой, риторика была обязательной дисциплиной с первого же университетского года. Мне кажется, что вообще, наверное, правильнее говорить о культуре речи. И вот такие курсы действительно читаются, наверное, и не в том объёме, и не во всех вузах, как хотелось бы, чтобы это было. Туда, наверное, вот такой раздел риторики должен включаться, потому что учить, конечно, ораторскому мастерству нужно. Так всё-таки наука или искусство? Ну, знаете, можно сказать, что и то, и другое, пожалуй. Вообще, я сейчас взяла в руки микрофон и поймала себя на мысли, что мне это очень страшно делать, потому что я боюсь, что меня тут же признают негодным ритором, то есть, так сказать, тема обязывает говорить сейчас правильно и красно. А слово ритор откуда? Греческое ретер. Я просто хотела добавить к вопросу о том, что первично, убеждение или красота слова. Но здесь, скорее, это просто вопрос расстановки приоритетов, которые выигрывал, то есть то на первый план становилось убеждение и цель, то на первый план становилась красота слова. Всё это зависело от времени, от какой-то ситуации, поэтому, наверное, спорить о том, что есть риторика, это искусство в первую очередь убеждать или это искусство говорить красиво, не знаю, стоит ли так на нём акцентировать внимание. Есть всё-таки история некая развития риторики, и действительно древнегреческая традиция, как уже было сказано, связывает с целью убеждения, а уже более поздняя и отчасти средневековая риторика и, может быть, риторика времён Возрождения уже действительно возможны случаи использования красоты слога для красоты. Но всё-таки изначально греческая традиция — это убеждение. А вы не вспомните историю, это проиллюстрирует, вдруг вы вспомните историю про Домосфена, не все же её, наверное, знают. Что же он такое сделал? Если я не ошибаюсь, у него умерли родители, и его обманным путём лишили наследства, но он оказался без средств к существованию, как бы мы сейчас сказали. И он хотел отстоять свои права, естественно, скажем так, в судебном порядке, но при этом у него у самого были дефекты дикции, и у него действительно были проблемы с речью, он постоянно тренировался, он разговаривал с камушками, набирал мелкие камушки, гальку, омытую водой в рот, и произносил какие-то слова, тексты с этой галькой во рту, чтобы научиться уже без гальки произносить слова как можно чётче. Он говорил, не останавливаясь, допустим, если шёл в гору, в общем, создавал всякие препятствия. И в конце концов он сумел отстоять своё право, он выиграл, опять-таки, сбиваясь на современную терминологию, выиграл дело, а дальше, если я не ошибаюсь, он уже занялся красноречием, в общем-то, профессионально и судебным красноречием в первую очередь. Вы знаете, что меня поразило в Демосфене? Мне всегда мальчишка, когда я вот слушал эту историю о Демосфене, казалось, что это был очень взрослый человек. А вообще всё это произошло, когда ему было 13 лет, он оказался мальчиком, лишённым наследства, и он проиграл первый суд, и через три года, если я не ошибаюсь, выиграл. Значит, ему было всего 16 лет. Вот это меня очень поразило. Вообще, риторику нам не преподавали, может быть, а жаль. Вот, потому что, помните, вот, например, Фидель Кастро? Да. Ну, он адвокат, естественно, юрист. Вот, как он говорил, почему он говорил часами? Потому что он владел этим искусством. И когда он говорил, там, лимпериализм, американо, да-да-да-да, лимпериализм, американо, вот эти повторы, это же всё, так сказать, это же всё азбука, азы, так сказать, из умения говорить вообще. Вот я сам историк архитектуры. В архитектуре ритмы, повторы, определённость оподчинения, композиция. Поэтому, если мы умеем выражать свои мысли словами, то мы умеем как-то... Это способствует выражению наших каких-то эмоций и художественных каких-то, и пониманию взаимного. Так что это, наверное, не бесполезно. Только это надо делать не сколастически, не даром вот это слово «схоластика», «школярство», так сказать. Потому что схоластическая риторика, она и погубила вообще наше представление о риториках, о чём-то полезном. Великие ораторы, а всегда ли это практика, или это, может быть, какие-то природные данные? Ну, Цицерон говорил, что ораторами становятся, не рождаются, а становятся. Наверное, это вопрос, который вот тут... В этих случаях я всегда говорю, когда мне задают вопрос, а можно ли научиться хорошо, связанно и, главное, убедительно говорить? Я говорю, понимаете, когда вам в трамвае станут на ногу, вы пятиминутный текст о том, кто этот человек, зачем он это сделал, построите достаточно убедительно и связанно. Ну, вообще говоря, видимо, само ораторское искусство вещь сложная. Вот позволю себе привести слова Цицерона, что оратор должен соединить в себе тонкость диалектика, мысль философа, язык поэта, память юрисконсульта и, наконец, жесты и грацию великих актеров. Да, Цицерон взвез актерство, да? Согласитесь, очень сложно. И научиться, наверное, можно, но трудиться для этого нужно много и упорно. Риторика вот таким образом оказывается не только искусством говорить собственно, но и подавать себя и окружать свою речь соответствующим контекстом, собственным поведением, в первую очередь. Знаете, ораторы, давайте вспомним, ну, по крайней мере, двух ораторов. Если бы у нас, конечно, были кадры Дамосфена или Цицерона или Аристотеля, мы бы, конечно, наверное, в общем, показали бы их, воспроизвели бы их. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять везде в большинстве стран? Сущность ее привлекающей к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управлялись так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Вот что делал Ленин, Владимир Ильич Ленин? Что он делал с этой огромной толпой? И что делал Адольф Гитлер? Ну, в общем-то, здесь, наверное, есть ответ, и я думаю, он более-менее очевиден и известен, в общем-то, в истории, потому что тот же Адольф Гитлер, он, в общем, это ни для кого не секрет, практиковался, грубо говоря, перед зеркалом, смотрел на себя, как-то пытался улучшить свои телодвижения так, чтобы они производили какое-то определенное воздействие на массы. Какое это воздействие? В общем, можно в данном случае и, в принципе, существует сейчас в психологии методы, позволяющие определить, как то или иное слово, действие, интонация будет воздействовать на, собственно, психологическое состояние человека, индивида, масса толпы. Тем более, что влияние, собственно, массы на отдельного человека совершенно иное, чем если бы этот человек был один. Слова начинают восприниматься совершенно по-иному. И здесь, скорее, важно оценивать влияние слова на отдельного человека, если мы хотим понять, талантливый ли перед нами оратор или нет. Ну, по-видимому, все эти люди были талантливыми ораторами. И я бы, с моей точки зрения, ораторское искусство, риторик, это прежде всего наука, потому что существуют более-менее четкие механизмы построения фразы, придыхание, нужно, не знаю, каких-то определенных акцентов, движение рук, в общем-то, которые позволяют произвести нужное впечатление. — Когда показывали кадры и с Лениным, и с Гитлером, и я вдруг подумала, что да, хорошо говорить — это не только говорить. И хороший ритор — это не только ритор, непосредственно кто произносит убедительные, выстроенные речи. Как, насколько, насколько должны быть еще вот весь облик оратора, насколько он должен играть на ту цель, которую преследует? — Ну, это то, что говорил Цицерон, да? Актерское искусство. — Да, 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 без спорта. — Я думаю, что это не самые показательные примеры. В обоих случаях мы имеем дело с харизматическими лидерами, с людьми, которых их почитатели считали героями, святыми, богами. — До того, как они говорили. — В общем, да. И кроме того, они говорили вещи очень понятные. Экспроприация экспроприаторов, грабь награбленная, говорил Ленин, но Гитлер говорил то же самое. — Идите и возьмите то, что вам принадлежит. Вот. Если же брать риторику, ведь не случайно, древнегреческая риторика возникла в условиях демократии. — Да. — Вот. В тоталитарном обществе можно обойтись вообще, говоря, без всего этого. Они бы и так прыгали через голову, вот эти вот, которые там Зикхайль кричали. — Вот. Как бы Гитлер не говорил. Поэтому я думаю, что здесь он мог и не надрываться с этими уроками. Скажем, Сталина приветствовали точно так же, хотя он никаких уроков не брал. Был, в общем, достаточно косноязычен и сухорук, и не виден собой, и с акцентом говорил по-русски, и тем не менее, так сказать, все было в смысле реакции аудитории, все было в этом смысле на месте. А риторика, она имеет смысл действительно только в условиях демократии, потому что риторика, вот базовая риторика, это политическое красноречие и судебное. Политическое красноречие возможно только в том случае, если в парламенте действительно что-то обсуждают в законодательном собрании, на сходке, на собрании кооператива какого-нибудь там и так далее. Но ясно, что в тоталитарном обществе политическому красноречию не место. Точно так же не место и судебному красноречию, потому что судебное красноречие возможно только в условиях соревновательного процесса, когда две стороны представляют противостоящие друг другу точки зрения. С другой стороны есть ведь понятие тоталитарной риторики, это тоже определенные манипуляции, определенные приемы, которые позволяют овладевать мыслью и так далее и тому подобное. Да, конечно, искусство убеждения имеет место и за пределами демократических процедур. Но то, что пытаются имитировать сейчас в курсах риторики, это все-таки ориентировано на демократическую традицию. Да, я согласен с этим, потому что то, о чем говорит Павел Анатольевич, действительно Греция, действительно демократия. И защита своих собственных прав, да, она требовала вот этого речевого, мы будем говорить ораторского или просто риторического искусства. Я хотел бы сказать про более современных нам ораторов. Вот я изучаю английский язык на курсах Владимира Иванова, и мы с ним смотрим речи британских лидеров. Тони Блэр говорит потрясающе. Это потрясающе, замечательно, красиво. Я плачу, когда смотрю его речи, потому что, когда слушаю, это и не только Тони Блэр. Я не знаю, пишет для них речи кто-то или они сами придумывают, но это замечательно. Там и фразовые глаголы, и фразологизмы. Там есть все, о чем можно только мечтать. Не то, чтобы я согласна с его политикой, но Тони Блэр мне теперь симпатичен. Ну, звучит язык, да, во всей его мощи, во всей красе этот язык звучит. А знаете, еще что хочу сказать? Вот у меня просто есть интересное. Мы всегда знали, или все знаем, что Шаляпин пел замечательно совершенно. А у Шаляпина в воспоминаниях есть совершенно замечательный кусок, фрагмент, извините, будет правильней, про, видимо, депутата Думы или нет, здесь про министра. Вот что он говорит. Значит, это та пора, когда пришли купцы в Думу, когда пришли промышленники в Думу, да, люди, так сказать, ну, не очень языковладеющие, да, владеющие языком. Приходит министр в парламент, выходит на трибуну и говорит, он не чувствует обстановки, не понимает ситуацию и неточности начинают нагромождаться одна на другую. Следует нелестное замечание, кто-то там осмеливается на него. Министр теряет тон и самообладание. Голос его начинает звучать фальшиво. Жесты перестают подходить к принесенному делу. Вот так Шаляпин пишет. Мысль осталась недосказанной. Дело недоделанным, а впечатление отвратительное. Не понял министр, своей роли провалился. Извините, пожалуйста, я просто не могу не заметить насчет того, что у нас сейчас, в нашей передаче в том числе, наблюдается очевидное смешение двух пониманий слова риторика. В конце концов, изначально риторика действительно была создана, как сказал Павел Анатольевич, в демократическом обществе, в котором необходимо было удержать речь и, собственно говоря, достигать определенных общественных целей, которые устанавливались социальными институтами. И, в общем, достаточно очевидно, что из этого возникла риторика, как умение говорить публичные речи. Речь-инструмент. Да. Далее, в таком духе риторика и развивалась. Примерно до тех самых пор, пока где-то в конце 18-го, начале 19-го века не было решено, что как раз, если говорить искренне так, чтобы что-то шло от сердца, то тогда это, конечно, получится много лучше, чем исследовать многочисленным риторическим правилам. Но в этой связи риторику просто, ну, как бы отменили. Для Беринского уже риторически это ругательство. Однако в середине 20-го века произошло довольно любопытное переосмысление, потому что выяснилось, что риторические процессы и риторические законы в любом случае организуют речь, мысль и жизнь абсолютно любого человека. И даже если он сам об этом не подозревает, я твердо более-то уверен, что он с риторикой борется. И Беринский является, оказывается, ритором не хуже Ломоносова. Только Беринский использует другие приемы. В частности, Беринский использует риторический прием, который заключается в подчеркивании искренности и прямоты своей речи. После чего, когда это открытие стало известным, произошел действительно риторический бум. Только нужно учесть, что этот риторический бум – это не курсы убедительной речи в школах. Мы сегодня говорим о риторике как теории коммуникации с практическим выходом. То есть это то, что позволяет нам правильно высказывать свою мысль и, опять же, если возвращаться к истокам ремесленного понимания риторики, правильно сделать так, чтобы собеседник понял, что мы хотим от него, и, может быть, отчасти подвигнуть к тем или иным действиям. Ведь очень часто под грифом риторики выдают то, что отчасти связано с нейролингвистическим программированием или с теми практиками, которые можно использовать, допустим, в сфере торговли. Сейчас очень часто, когда говорят о риторике, поднимают очень важный вопрос – вопрос о речевой агрессии и как этому противостоять. И это не то, что было, безусловно, в Древней Греции, скажем так, не было такой проблемы в таком виде, да, потому что чаще всего выступали, можно вспомнить, опять же, огромное количество речей греков, которые были посвящены полемике судебной, да, между достойными риторами. При большом количестве людей это происходило. Сейчас, когда мы приходим в магазин и нас задают вопросы, будете брать один или два, там, допустим, йогурта, ведь это классическое манипулирование нами. Да, когда мы не хотим еще ничего брать, нам уже предлагают один или два на выбор. Да еще два дешевле. Да, 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 да. Вот об этом, по-видимому, нам имеет смысл говорить, и это вот та разновидность риторики, которая повседневна, то, что постоянно нас окружает. А что такое риторика, по-вашему? Риторика, это искусство, во-первых, риторика, это искусство красноречия, одно из названий, а другое, это умение, так сказать, просто человека обольщать с помощью словесных слов или словесных формул. Понимаете, если человек хочет быть кем-то, да, то он должен оказывать влияние на кого-то. И от того, как он владеет вопросом языка того человека, ну, на кого он хочет влиять. Поэтому вот эти необходимые качества ему надо осваивать. То есть это искусство общения еще тоже? Естественно, естественно, это в первую очередь. Что в нашей жизни все равно заставляет нас, заставляет нас вот владеть речью, владеть искусством речи? Я думаю, не секрет, что, ну, большинство представителей современного бизнеса, ну, не то чтобы сверхобразованы, и не то чтобы они обладали особым умением строить свою мысль и как-то связанно выражать свои идеи. Им просто это жизненно необходимо, то есть иначе их просто не поймут. Ну, так вы сказали, что они не обладают этим, вот есть ли возражения? Может быть, лет 10 назад это действительно было так. Сейчас это не так, и это достаточно образованные люди. Мне кажется, что сейчас мы живем в мире, где мы должны показать свою, скажем так, конкурентную способность. Убедить других в том, что мы там лучше, даже на рынке труда, да, представить себя. Бизнесмены должны убедить, что их предприятие лучше. Продавец должен убедить, что его товар конкурентоспособен, что его нужно покупать. И для этого и существует вот это ораторское мастерство. Оно, конечно, на разных уровнях, но оно есть везде. И даже на курсах, ну вот, продавцов там есть какие-то тренинги, оно тоже в какой-то мере есть. И мне кажется, что это очень правильно, что мы должны убеждать, как бы, ну не то что заставлять верить, ну просто убеждать. А каким профессиям, допустим, необходимо, вот, жизненно необходимо умение владеть речью? Я думаю, что большинство профессий, которые мне приходят на ум всем, учитель, это мой конёк в уме и понимаешь, что практически всем. Я думаю, здесь речь имеет смысл вести не о профессии, а о человеке. Вот человек, оказываясь в различных ситуациях, должен соответствующим образом строить свою речь. Достигая либо одного эффекта, либо другого, либо противостоя какому-то воздействию на себя. А как же здесь безумение? Тост произносите, то нужно уметь. Знаете, у меня подружка работает в фирме, в некой фирме, и им нанимали преподавателей для того, чтобы они умели отвечать по телефону. Что даже по телефону мы должны владеть речью настолько, чтобы убедить слушающего нас человека в том, что... Ну, в каких-то вещах, которых мы хотим убедить. Софистической риторики заключалось в том, что один и тот же человек может вас убедить в чём-то и в чём-то прямо противоположном. Ну, это правильно, да, наверное, искусство. Собственно говоря, современная реклама, она вся на этом строится. Всё-таки это правильно, что это называется риторика, искусство нашего общения. Вот был хороший вопрос у Насти, один на один. Так сказать, возможно риторика даже вот в том очень большом смысле? Возможно ли? И мне кажется, что возможно. И правильно, что это называется риторикой, потому что это всё равно искусство убеждать. Давайте ещё, да. Можно всё-таки ответить на вопрос, возможно ли риторика наедине с двумя людьми? Мне кажется, что опять-таки некоторое смешение двух понятий риторики. Если понимать риторику в изначальном смысле как умение убеждать, то это может быть и излишним в межличностной коммуникации, в межличностном общении. Потому что если, во-первых, два ритора, общающиеся наедине о чём-то, это будет напоминать то, над чем смеются студенты первого курса филфака, когда читают поэму Гомера Илиада, когда на поле боя встречаются противники и следуют на три страницы монолог каждого. Они разговаривают, разумеется, ситуация совершенно невозможная с точки зрения жизни. Ну, безусловно, красивый текст, и это читается. Если с прагматической точки зрения подойти, забавно. В личном общении между двумя людьми, неважно, это родители и ребёнок, это муж и жена, это брат и сестра, вряд ли возможна действительно риторика, вот как умение произносить действительно речи какие-то. Может быть, если вот то, о чём говорил вначале Павел Анатольевич, немножко такое своеобразное понимание риторики, как умение в нужной ситуации найти нужные слова, тогда да. А если риторика вот в общем смысле, вряд ли. Видите, один очень известный современный филолог как-то однажды сказал, что человек, владеющий современной риторикой, в состоянии убедить начальника в том, что ему необходим очередной трудовой отпуск через неделю после возвращения из предыдущего. Вот, да, да, был ли он, так сказать, владел ли он умением убедить, да, или вообще риторикой, вот в этом широком понимании, которая... Я вспомню одну замечательную, на мой взгляд, историю, как раз по поводу того, что говорила Ира, разговор двух собеседников. Это вспоминал Юрий Аненков, замечательный художник начала XX века, и он в своих мемуарах «Дневник моих встреч» вспоминал, как он вёл неоднократные беседы с Велимиром Хлебниковым. Велимир Хлебников был страшно косноязычен и не умел строить свою речь, и чаще всего молчал. И вот Юрий Аненков говорит о том, они очень дружили, как часто и в Петербурге, и в Москве они встречались на квартире Юрий Аненкова и беседовали, это пишет в буквальном смысле слова Юрий Аненков, беседовали о путях искусства, спорили, пишет Аненков, но всё это проходило молча. И один раз Аненков, извините, Хлебников закрыл глаза, и Аненков решил, что он заснул, и вышел куда-то на секунду, на что Хлебников говорит, как куда вы, мы не закончили диалог. И вот это воспоминание, действительно, сразу мне эта история вспомнилась. Скажите мне, а что же сегодня происходит? 21 век, вот то, что я говорил в прологе. Почему риторика вдруг так понадобилась? Что, зачем? В школах начинают это изучать. Риторика, предмет, почему? Мне кажется, на сегодняшний день, вот вздумаемся в выражение ораторское искусство. В самом выражении в этом заложена особенность риторики, как искусство. Но на сегодняшний день, мне кажется, риторика начинает быть ремеслом, скорее, а не искусством. Потому что оно используется всегда для каких-то практических целей. Я могу быть неправа, но вот на своей памяти у нас не было каких-то отдельных уроков, где мы говорили. В основном мы пишем письменные работы, сочинения. Или если мы что-то отвечаем, то это какой-то такой общеизвестный факт. Или небольшой монолог, максимум на три минуты. Вот поэтому мне кажется, что действительно это очень важно, что появляются эти курсы. И еще, пока у меня микрофон в руках, я бы хотела, я нашла совершенно замечательный, на мой взгляд, пример, так сказать, риторической речи из «Двенадцати стульев». Если позвольте, я прочитаю. Дело происходит, когда в Старгороде пустили трамвай, и председатель должен произнести речь. Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. Трамвай построить, сказал он, это не ешака купить. В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он наценил эту фразу. Ободренный приемом Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе против воли оратора получались какие-то международные. После Чемберлиена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. Толпа обмякла. Корреспонденты в раз записали. В образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего Союза. Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. И только к концу речи он поборолся во вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами. И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из ДПА, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а товарищи за совесть, а еще товарищи благодаря честного советского специалиста, главного инженера Триухова. Ему тоже спасибо. По-моему, замечательно. Замечательно. Я все... Вопрос, зачем это сегодня? По поводу того, зачем это сегодня, хотела сказать, что вряд ли кому-то из нас здесь присутствующих приходилось когда-нибудь толкать такие речи, чтобы зажечь там публику, повести ее за собой. Мне. И, в общем, расскажите потом о своем опыте. Да. Вот. Нам, скорее всего, риторика нужна сейчас в повседневной жизни для того, чтобы убедить человека сделать то, что нам нужно от него, да? То есть, допустим, при наличии минимума знаний на экзамене можно добиться максимальной оценки, если правильно построить свою речь. И меня очень поразило, нам на первом курсе в университете один из преподавателей сказал, что вы можете ничего не знать по моему предмету, но если на зачете вы красиво скажете об этом, то я поставлю вам зачет. Здорово. Ян, это был преподаватель русского языка и культуры речи. Нет, это был преподаватель по искусству Древнего Востока. Вот вы охотно учитесь этому. Вы понимаете, что надо уметь говорить? Горя Бронич, по-моему, мы вот здесь вот находимся сейчас в аудитории и учимся говорить, потому что мы слушаем друг друга, и здесь нам на самом деле, ну, если честно-то сказать, не хочется выглядеть как-то, как какие-то слова сказать, какие-то неправильные построения, так скажем. И поэтому, естественно, мы здесь даже учимся говорить. Ну, я считаю, что это действительно необходимо именно говорить красиво для того, чтобы то, что ты говоришь красиво, допустим, не употребляя слов паразитов или вот постоянного «э», да, вот, который преобладает в речи, это действительно человек-собеседник, он хочет тебя слушать, и это тебе во многом помогает, безусловно. Мне кажется, очень показательным примером мастерства ораторского, во всяком случае, для нас является всего лишь четыре нобелевских речи наших писателей, русских писателей, которые получили нобелевские премии по литературе. Почему я сказала четыре? Потому что Пастернак, как вы знаете, не имел возможности свою нобелевскую речь произнести. И вот если прочитать нобелевские речи, они все опубликованы, Солженицына, и Бродского, и Бунина, и Шолохова, они очень разные, очень разные, и действительно, и мастерство писателя сразу ощущается по их речи, и их позиция абсолютно ясна, и отношение к литературе, и к языку, и к власти. Вот если мы как раз говорили, очень показательно в этом отношении речь Шолохова, где он тут же говорит о том, что он причисляет себя к отряду писателей. Первая буквально фраза его на вручении Нобелевской премии. Ну и вообще, если отлечься просто от нобелевских лауреатов наших писателей, то показательно, как вот на телевидении, на современном телевидении, кто у нас сегодня ведет из писателей, допустим, передачи. Казалось бы, они могли бы, владея речью и работая постоянно с словом, вести передачи, но их очень мало. Вот ведет Виктор Ирофеев в передачу «Опокрив», да, ведет Татьяна Толстая, да и, пожалуй... Родинский? Родинский уже не ведет, разве? Родинский? Ну вот несколько, далеко не так много. Вот как раз, мне кажется, в связи с Эдуардом Родинским, я хотел заметить о том, что мы, в принципе, по-моему, путаем два понятия. Вернее, мы как-то объединяем, и с моей точки зрения совершенно нельзя этого делать. Два понятия, когда говорим слово «риторика», потому что в нашем зале чаще всего понимается риторика — искусство говорить, при этом искусство говорить правильно, то есть не употребляя слов паразитов, не совершая какие-то паузы, остановки, а ведь ораторское искусство не заключается в этом. Искусство правильно говорить — это, в принципе, врожденный навык. Это неврожденный навык, это нормы, которые должны обладать все люди. Ораторское же искусство — это нечто, что возвышает человека среди остальных людей. Это нечто совершенно другое, это произведение эффекта. Когда человек говорит грамотно, ну что ж, мы можем его похвалить. Тот же Эдвард Родинский, ведь если послушать его телевизионную передачу, он зачастую совершает какие-то грамматические ошибки, неправильно согласует слова, что, не знаю, паузы какие-то существуют, но вместе с тем мы можем смело заявить. Он оратор, да, он говорит прекрасно, с совершенно удивительными какими-то... Согласен, согласен, да. Даже можете больше не доказывать. Можно совершать ошибки, но речь будет яркой, потому что она убедительная, потому что то, о чем я говорю, мне очень хочется сказать. Я не могу, чтобы это не сказать. Даже вот на этом построена вся публицистика, с моей точки зрения, что публицистика – это то, о чем мне хочется орать, кричать, да. И даже если я там сделаю в падежах какие-то ошибки, это не важно. Но в то же время, если уж про литературу, есть строчки Смелякова. Я их вот принес сюда, замечательные. «Неясных замыслов величия нам души пламенные жгло, Но сквозь затвор косны язычья пробиться к людям не могло». Вот, пожалуйста, Смеляков. Вот так он определяет все-таки, что слова нужно иметь, говорить нужно уметь, для того, чтобы вообще доказать, что я есть. Помните, с чего я начал? «Заговори, и я скажу, кто ты». Да. Ну так что? Про риторику. Абсолютно согласна. Я бы хотела еще отметить. Я не буду называть, конечно, учебное заведение, но вот в одном из высших учебных заведений нашего города риторика, здесь говорили о смешении, определении риторики. Риторику путают со стилистикой. То есть людям преподают функциональные стили русского языка. Конечно, это необходимо, если в школе этому не научили. Но здесь еще возникает вопрос методический, педагогический. Я, например, знаю, что на многих юридических факультетах под риторикой понимают исключительно культуру речи, потому что общий уровень студентов такой ужасающий, что надо начинать с элементарных вещей. По поводу речевой агрессии и ее противостояния. Да, да. Вот как мы поступаем, да, как стоит поступать. Вот, ну, известный факт, нас все в детстве учили, например, что брониться нехорошо, да, есть определенные слова, которые употреблять прилюдно не стоит. Вот, а с другой стороны, современные риторические идеалы, кстати, вот опять же, если вернуться к культуре речи, которые сейчас больше говорят, они говорят больше в аспекте риторики, утверждают, что есть ситуации, когда не ругаться нельзя. И всегда ли мы должны соблюдать вот эти вот нормы и правила, если мы попадаем, если вопрос, например, зависит там о жизни и смерти, да, вот даже если такого доходит. Вот здесь, да, когда мы попадаем в ситуацию речевой агрессии, как ей нужно протестать и как это может быть проливаться в словах. Вы знаете, у меня была такая история, когда ко мне подошла цыганка около русского музея и начала мне что-то говорить. Я, попав под ее влияние, сняла абсолютно все украшения из себя. Что это было? Это была та самая риторика, про которую мы сегодня говорим, или же это как... Нет-нет-нет, это может быть и риторика приема, которым опять же обучают, как называется, информационный водопад, когда девушку останавливают на улице, на Невском проспекте, говорят о том, что у нашей фирмы сегодня юбилей, смотрите, какое замечательное солнце, вы такая красивая, и вы такая одна из тысячи, одно дело быть одного мужа, другое из тысячи, и вы такая красивая, и мы хотим вам подарить совершенно бесплатно, фразы, да, несущие в себя ошибку, совершенно бесплатно, вот этот маленький пузырек там с французскими, естественно, духами, и дальше вот в этом водопаде слов девушка тонет, ей слышно только приятно, и в конце выясняют, что этот совершенно бесплатный подарок стоит всего 100 рублей. Ну как же не отдать эти 100 рублей за этот совершенно изумительный подарок, который предлагает совершенно изумительный человек, И в результате получается то, что получается. Но это риторика, это умение овладеть речью. Это искусство убеждать и искусство манипулировать, что совсем плохо. Но это тоже риторика. Простите, пожалуйста, в каких водопадах тонут только девушки? Более того, утопить мужчину еще легче, потому что мужчина меньше говорит и, видимо, медленнее думает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Язык воздействует на человека таким образом, что он поддается другому человеку только потому, как человек говорит. Несомненно. Если вы влюблялись, вы должны это знать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где женщина любит ушами? Откуда это? Из риторики. У меня вот какой вопрос возник. Скажите, пожалуйста, какие риторические приемы вы, может быть, знаете? Я знаю, прием один, может быть, такой пограничный из нейролингвистического программирования. Как бы из схемы 3 плюс 1. Ты говоришь три фразы, которые можно проверить, такой из области гипноза. То есть, допустим, не знаю, там небо голубое, светит солнце, там тебя зовут так-то. А четвертая фраза, она подходит к тому, что нужно тебе. И человек ее на автомате воспринимает тоже как правдивую. Помните, как в 17 мгновениях весны, да, что запоминается последняя фраза Штирлинс, да, говорил? Есть прием бумеранга, когда слова собеседника используются против него. Подхватывается какое-то слово или часть выражения, может быть, даже выхвачена из контекста, и оборачивается против. Собственно, можно еще апелляться к авторитетам. Если я говорю в речи, безусловно, как известно каждому школьнику, то, в общем, человек 10 раз падает прямо сейчас сказать, а мне это неизвестно. Таким образом, он как будто бы выставит себя дураком, хотя на самом деле такое критическое отношение к каким-то речам, особенно пафосным, по-моему, оно очень уместно. И если человек очень интенсивно пользуется словами безусловно, то очень хочется его спросить, а, собственно, с чего ты это взял? Также можно сделать аванс, сказав человеку, ну, как любой умный человек, вы должны понимать. То есть автоматически, если ты признаешь другую истину, то, ну, и... То, что вы говорите, относится по большей части к запрещенным приемам полемики. В демократическом обществе или стремящемся к демократии, вот это искусство говорить и разговаривать, и себя продвигать, в себя в том числе, чтобы тебя заметили, мне кажется, нужен язык. Почему вы сегодня молчите? Риторика — это еще и просто способ говорить. Вообще, когда человек говорит... Вот летом я работала вожатой с детьми, и вот вокруг меня сидят ребятки, возле 12 лет, и каждый вечер мы с ними собираемся, у нас огонек, и обсуждаем то, что было в течение дня. Сидят три взрослых человека, три вожатых, в том числе и я. Когда человек взрослый говорит красиво, и при этом он убеждает ребят к чему-то, и в то же время дается возможность сказать ребенку. Вот есть ребятки, которые молчат, и вот просто заостряешь внимание на этом человеке, чтобы он говорил. У меня сразу к тебе вопрос. Вот мы все говорим, риторика — это говорить, говорить. А входит ли в риторические умения? Ну, например, умение слушать. Вот, хотела добавить, что обязательно. Что значит уметь слушать? Вот для меня это очень многое значит и интересно. Особенно, когда, опять же, приключусь на ребят, когда они говорят, их послушать, причем вот видишь, один человек говорит больше, да, о чем-то он рассказывает интенсивно, эмоционально, а другой совсем немного. Но мне уже важно это услышать, что человек уже может говорить, и особенно начинает продолжать. Я, наверное, плохо сформулировала вопрос. Вот уметь слушать — это что, согласно кивать головой в тактречи собеседника? Нет, уметь слушать — это показать, что ты умеешь слушать, это вступить, опять же... Каким образом? Переживать то, что говорит человек. Уметь не слушать вообще, а лучше говорить, уметь слышать. Слушать и слышать. Вот это очень важно. Это какие-то планы сказать, что я тебя понимаю, я был в такой ситуации. Да, да, я тебе сочувствую, разделяю. Или даже просто приобнять. А женщины были великими ораторами? У меня такой вопрос, я не могу его не задать. Сейчас, одну секундочку. Женщины были великими ораторами? Когда-нибудь и где-нибудь? Мужчины назурпировали это право. Кто был? Я думаю, что можно назвать Екатерину Вторую. И мне кажется, что она действительно была оратором, смогла убедить многих людей в своей правоте. И я знаю людей, которые сейчас уважают ее как женщину, как императрицу. И это может быть тоже один из показателей того, что эта женщина оратор. Смогла убедить. Говорят, неплохим оратором была Калантай, там Роза Люксембург. В общем, были дамы, которые в революцию вошли с большим ораторским искусством. Или потенциалом, будем говорить так. Предположу, что это была Маргарет Эйчеран, одна из женщин, которая хорошо говорила. А еще я хочу сказать о том, что для меня... И она убедила во многом Горбачева. Я много лет уже говорю о том, что мне кажется, что любой человек, который претендует на публичную роль и публичную деятельность, будь это член нашего законодательного собрания или Государственной Думы, или член правительства, или, я не знаю, Совета Федерации, все-таки все вот эти люди должны обязательно курс культуры, речи, ну, как студенты бы сказали, пусть сдаст, да, но во всяком случае прослушать, да, и какой-то, может быть, документ об этом получить. Потому что есть определенные законы построения фразы, есть какие-то там четкие теморемные отношения, что должно быть в начале, что в конце, и как это должно повторяться. Есть правила и оформление устной речи, особые, да. Поэтому мне кажется, что этому учить-то надо обязательно, и вот такой своеобразный российский тойфул я бы ввела обязательно для всех. Потому что ведь все эти люди, которые хотят общественной политической деятельностью заниматься, они неминуемо их речь повлияет или может повлиять на речь тех, кто их слушает. И вот поэтому мне кажется, что здесь вообще необходимо говорить о более широком подходе вот к целому ряду проблем. И не только ораторское искусство, хотя, честно говоря, вот я не знаю, как сейчас, но раньше американские президенты или кандидаты в президенты, они должны были курс ораторского искусства пройти. Ну, не обязательно, наверное, набирая камни в рот и крича при этом что-то на берегу моря под шум волн. Ну, во всяком случае, какими-то основами овладеть. Мне кажется, это совершенно необходимо. Поэтому риторика, как часть вот общего курса культуры речи, она, конечно, нужна. К чему мы всё-таки пришли? Нужна нам сегодня вот эта самая риторика, то есть умение говорить, умение убеждать. Она была нужна, нужна и, наверное, будет нужна, потому что в природе любого человека желать другого в чём-то убедить. Поэтому риторика будет актуальна всегда. Можно сказать, почему она важна, особенно сейчас. Ну, допустим, если перейти в плоскость науки. Здесь очень много говорилось о том, что нужно умение говорить и объяснять продавцу, там, менеджеру. Но учёным это нужно тоже, потому что прошли времена, когда учёный может сидеть у себя дома и делать открытия. В принципе, да. Да, там, ну, дело в том, что какие-то опыты на уровне 19 века, они довольно простые, они легко воспроизводимы. Там, механика какого-нибудь 17 века, она вообще отлично проверяется, там, с помощью секундомера и шарика, как он там летит к земле и за сколько ударяется. Но сейчас, чтобы делать серьёзные открытия, нужны огромные инвестиционные вливания. Это миллиарды долларов. И, в принципе, когда учёный просит у государства денег, он может сказать, ну, что вы, ну, квантовая теория, это же просто здорово. Никто ничего не поймёт. А если сказать, как её можно применить, то, возможно, ему дадут этот самый грант. И он продвинет всё общество вперёд, и заработает заслуженную славу, и принесёт ту пользу. Прошу прощения, немного истории. Риторика как искусство красивого говорения возникла в эллинистическую эпоху, именно в царствовании Александра Македонского. Когда подданные убеждены в божественной природе своего правителя, когда они верят в него, наука убеждения, она за ненадобностью уходит. И в то же время эстетические искания, они были присущи человеку, присущи ему сейчас и будут присущи ему всегда. Да. Может ли человек научиться говорить красиво? Я абсолютно убеждён, что любой человек может научиться говорить красиво, но только благодаря напряжённому вниманию к речи другого человека. Только чуткость и внимание к речи другого может этому способствовать. Что это значит? Это значит просто чуткость и внимание к другому. Да, вот когда язык звучит, и мы умеем его слушать и слышать, и когда получаем от этого огромное удовольствие, наверное, есть прежде всего школа вот этой самой риторики. Школа владения, или овладения речью. Согласны? Да. Я всех благодарю. Спасибо. Наша следующая программа называется «Язык мужчин и женщин». То есть мужской язык, женский язык, существуют ли они сегодня вообще, не потеряли мы это определение, не существует ли только один язык. Вот это наша следующая программа и ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, попадали ли вы когда-нибудь в ситуацию, когда вы думали, ну, мужчина, наверное, скажет, чёрт, вот если бы ты был мужиком, я бы тебе смог это объяснить. А из-за того, что девчонка, вот как бы сложно. И обратно, была ли у вас у девушек ситуация, когда вы ловили себя на том, что, господи, вот если бы ты, если бы ты тоже в юбке ходил, я бы тебе объяснил, что имеется в виду. Вот попадали ли вы в такие ситуации, и как вы из них выходили? У меня вопрос, связанный с литературой традиционно. Можно ли провести какую-то границу между мужской литературой и женской литературой? Есть ли она? Что такое мужская литература, а что такое женская? По радио в речи некоторых ведущих время от времени, дам, время от времени мелькает фраза «Ой, ну я вас умоляю». Я не слышал, чтобы эту фразу произносили мужчины. А что она значит? Как её перевести на общепонятный язык? Как вы считаете, придёт ли время унисекс, когда невозможно будет по речи определить, мужчина или женщина? Да. Всё? Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.